приветствую всех кто смотрит мой канал сегодня у меня были необычные покупки посмотрите что я накупила странного и необычного и сейчас поделюсь с вами что же это такое вот такой ряд странных продуктов может быть для кого-то они привычные они странные ну вот смотрите первое это кунжут кунжутные семечки конечно они широко используются и поэтому они не странные но хотела сказать что они очень полезные и вкусные я их всегда добавляю в хлебушек когда пеку очень придает приятный такой вкус ну и конечно обогащают хлеб волокнами витаминами антиоксидантами и так далее делая вкус богаче так сейчас у меня здесь семечки маковые в общем мак маковые семечки тоже их добавляю в булочки выпечку иногда в них обваливаю кусочки рыбы и поджариваю тоже очень хорошо здесь у меня сухие грибы сушеные грибы порчини это примерно как наши белые очень вкусные и я их добавляю в разные супчики очень люблю супчики с сушеными грибами это прелесть что такое вкуснятины так и здесь у меня мука ржаная вот написано все гали это рожь ржаная мука я ее тоже добавляю в хлебушек когда пеку смешиваю половину вот этой ржаной половина обычной пшеничной иногда еще гречневой муки добавляю в общем я сочиняю разные разные сорта домашнего хлеба который гораздо полезнее конечно чем магазинный только из белой муки так здесь у меня розовая гималайская соль тоже она для нас она странная и необычная потому что здесь в италии используют всегда морскую соль для питания а именно вот такая розовая гималайская она имеет немного другой состав она менее соленая чем наша обычная морская здесь и придает какой-то особенный вкус блюдам ну в общем нравится она нам у нас для нее есть мельничка кстати вот такая мельничка мы туда засыпаем эту соль и мелем прямо уже когда употребляем именно в тарелку и по и получается очень вкусно так сейчас сейчас у меня здесь семечки льняные льняные семечки я тоже добавляю в разную выпечку они делают выпечку более мягкой и с более большими такими дырками в общем ноздрястую такой если можно так выразиться пушистую короче пушистый мякиш получается и у хлебушка и у булочек и у всего куда вы добавите потому что льняные семечки они имеют свойство выпускать слизь и это получается очень мягкая и нежная выпечка вот советую льняные семечки добавлять вашу выпечку которую вы делаете это семена чия вот они такие семена они происходят из латинской америки полны витаминов антиоксидантов омега-3 и они любимы вегетарианцами потому что в них кальция даже больше чем в стакане молока в 100 граммах этих семян их добавляют в разные коктейли в йогурты именно для того чтобы обогащать пищу разные клетчаткой и витаминчиками антиоксиданчиками что еще хотела про эти семена сказать что их включают в диеты для похудения с ними хорошо худеется потому что они несмотря на то что низкокалорийные они очень хорошо насыщают человек чувствует себя сытым и довольным и вот и вегетарианцы их тоже любят именно за то что много полноценного белка и кальция в них в этих семенах они очень цельные кстати вот этот пакетик он у нас стоит около 4 евро 4 с чем-то ну по ценам тут я уже точно не помню эти остальные например эти льняные 2 с чем-то 2 евро 80 где-то примерно вот и лаванда сушеная лаванда она биологически чистая то есть выращена без пестицидов ее можно кушать добавлять в разные напитки в чай и ароматизировать выпечку тоже я вот буду с ней печь лавандовое печенье я видела еще рецепт маффинов лавандовых тоже был очень хороший это у меня задумки на будущее и что-то испечь еще с этой лавандой не только в чай очень ароматная откуда она у нас приехала из сицилии вот и сицилии все травки ароматные произрастают и нам они дарят хорошее здоровье настроение 8 такая красота еще смотрите какое здесь у меня это сладкий букет в общем цветочки сделаны из сахара крахмала яичного белка и разных красителей добавлено тут и ими украшают тоже выпечку вот смотовые цветочки вы не представляете как пахнет это лаванда это просто чудо какой-то ну я обожаю лавандовый аромат не знаю как кто а мне он очень приятен так и агар-агар купила тоже дорогой он заменяет желатин с ним можно делать зефир ну и так далее разные вы знаете разные желе и даже пану коту вот написано везде где кто-то не хочет использовать желатин они могут использовать агар-агар но для для зефира он незаменим конечно у меня мечтах и сделать зефир тоже о боже сколько у меня планов кто бы это все кушал сколько я хочу готовить и вот здесь конфеточки наполненные каплями масла соснового вот видите шишки эти конфетки они как сверху карамелька внутри именно вот такое тягучие там что-то наполненное маслом этим и хорошо употреблять когда воспаление в горле кашель какой-то какой-то как катар который в горле находится не страна катар есть такое заболевание ну в разные беспокойство в горле воспаление и так далее очень хорошо помогают вот эти конфетки карамельки ну вот сегодня у меня были такие не совсем обычные покупки странных продуктов очень полезных для здоровья и я поделилась с вами что я купила сегодня ну вот это цены тоже примерно они все одинаковые около 2 евро или 1 евро 80 1 50 и чуть чуть больше вот примерно такой разброс цен самое дорогое из этого вот это эти семена чья и и агар-агар это около 4 остальное все подешевле конечно вот такая красота у меня сначала я буду печь печенье лавандовое это я буду снимать видео поделюсь с вами потому что я увидела один очень хороший рецепт и это моя задумка ну все пока всем до свидания ну все пока всем до свидания поделилась с вами и до новых встреч на моем канале